Послевоенные годы Калининградская область оказалась наиболее притягательной для кинематографистов, которые снимали фильмы о войне. Ну, это неудивительно. Во-первых, не требовалось никаких павильонов. Все можно было снимать прямо на улице, прямо на пленэре, как говорят. Натурные съемки в местах недавних боев, разрушенные города или даже в сохранившейся улице Кенигсберга, которые вполне можно было выдать за любой немецкий и французский город, и выдавали наш Калининград еще даже и за Берлин. Первым в этой серии оказался фильм «Встреча на Эльбе», фильм 1949 года, и снял его знаменитый режиссер Григорий Александров. В фильме изображается немецкий город Альтенштадт, ну а на самом деле, конечно, мы видим руины Кенигсберга и Тильзита. Именно здесь у нас создан один из самых великих фильмов о войне «Двадцать дней без войны» режиссера Алексея Германа с Юрием Никулиным в главной роли. Сюжет примерно таков. Писатель и фронтовой журналист Лопатин едет в Ташкент навестить семью погибшего товарища. Он должен побывать на съемках фильма, который снимают по его очеркам военным, и встретить новый, 43-й год, раз уж это был декабрь месяц. Сценарий написал Константин Симонов, и во многом сценарий автобиографичен. И вот самое главное величие картины и пафос этой картины заключался в том, чтобы противостоять фальшивым, надуманным изображениям войны во многих второсортных фильмах, которые многие сейчас из вас не смотрят. А «Двадцать дней без войны» такое впечатление, что это документаристика, настолько ты веришь в вот этот кинематографический текст. Были трудности у фильма, так большинство членов художественного совета выступили против кандидатуры Юлия Никулина. Но оно понятно, так как в глазах советских зрителей он ассоциировался со своими этими комедийными персонажами. В Госкино возникла проблема, там вообще заявили, это не советский писатель, а какой-то алкаш. На что Константин Симонов резко ответствовал. «Это я придумал Лопатина, он в моей голове. Вы решайте, какой у вас будет Жданов, а мне оставьте Никулина». И Симонову в силу своего авторитета удалось отстоять Юрия Никулина в роли Лопатина. Кстати, женские роли рассматривалось несколько кандидатур, были пробы. Это Алла Демидова, Алиса Фрейндлих, Лариса Маливанная, Людмила Гурченко. И Демидову хотел видеть Герман, а Симонов хотел видеть Гурченко в этой роли. И Симонову удалось уговорить режиссера оставить Гурченко главной героиней фильма «Двадцать дней без войны». В нашей области были созданы такие известные фильмы, как «Отец солдата» Резочки Идзе, «На пути в Берлин» Михаила Иршова, «Щит и меч» Владимира Басова, режиссера и актера, «Судьба человека» Сергея Бунтурчука по известной повести Михаила Шолохова. В главной роли шофера Андрея Соколова в «Судьбе человека» снялся сам Сергей Бунтурчук. Главный герой проходит концлагерь, он теряет на войне всю свою семью, и демобилизовавшись, он возвращается в родной город, узнает, что семья погибла, а дом, соответственно, разрушен после бомбежки, и чтобы война не напоминала ему каждый день этот ужас, который он пережил, он решает оставить родной город, уезжает в Урюпинск, и в этом Урюпинске он встречает беспризорника мальчика. Мальчик спрашивает, кто ты? Он говорит, да я же твой отец. И отсюда вот такая судьба человека. Что нам важно, что в Калининградской области происходили важнейшие съемки, важнейшие эпизоды, самые яркие, снятые. Это лагерь смерти, это второй побег Соколова, это день победы, это, наконец, знаменитый эпизод, когда принесенный Соколовым килограмм сала режут нитках на глазах всех заключенных, чтобы каждому хотя бы по 10 граммов досталось. Это очень такой ярчайший момент в истории кинематографа, который всем всегда западает в память. Что касается съемок фильма «Щит и меч», они начались в 1966 году. Бывший Кингсберг должен был изображать оккупированную Третьим рейхом Польшу, куда перебрался главный герой, немец Йоган Вайс. Мы знаем, что это наш разведчик Александр Белов. Кстати, Вайс Белов. Роль Йогана Вайса исполнял актер Станислав Любшин. Так вот, основным местом съемки стал Южный вокзал. Интересно, что массовку составили жители Калининграда в возрасте от 20 до 60 лет. Они изображали немецких репатриантов, которые бежали из Латвии. Удивительно, что об этом эпизоде помнят многие калининградцы. Особенно они вспоминают момент, что им заплатили какие-то хорошие деньги за участие в этой массовой съемке. Поэтому «Щит и меч» конечно это фильм местного разлива. Кстати, не только околовоенная атмосфера привлекала кинематографистов. Наша прекрасная разнообразная природа. Разноплановая архитектура, Балтийское море, наконец, Куршская коса и другие прелести нашей, как я ее называю, обаятельной привлекательной области привлекали, соответственно, съемочной группой из совершенно разных телестудий. И поэтому возникают такие фильмы, как «Дорогой мой человек», это с Алексеем Бакалом в главной роли, «Первый рейс», в котором, кстати, мы можем видеть Калининградский порт, про «Красную шапочку», это Светлогорск, жена керосинщика Алексея Гайдановского, трое в лодке, не считая собаки. Съемки последнего проходили на Немане и, пожалуй, на самые для меня атмосферные реки области, это Шишупе. В массовке режиссер фильма Наум Бирман снимал местных жителей, и когда их не хватало, он привлекал ассистентов, техников, осветителей, даже к нему приехала жена с сыном, и они тоже снялись в этой массовке. Съемки продлились до ноября, так что Михаилу Державину, Андрею Миронову и Александру Шиверинду приходилось сниматься в купальных костюмах на холодном пронизывающем ветру. Последние годы мы снова наблюдаем бум интереса отечественных кинематографистов, и не только, кстати, отечественных, к нашему краю. Только за последние два года сняты «Воин» Алексея Андреянова, сериал «Налет» Карена Аганесяна с Владимиром Машковым в главной роли, сериал «Преступление» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным, это режиссер Максим Василенко. Ну и, наконец, готовится работа над фильмом «Пробуждение» с Константином Хабенским. Вот только недавно калининградцы могли увидеть, как у нас в городе и в Светлогорске снимали фильм, сериал «Желтые глаза тигра». Поэтому, на мой взгляд, Калининградская область уже фактически стала меккой для отечественных кинематографистов.